Это программа «Шелковый путь». Меня зовут Эля Алипова. Всем добрый вечер. Сегодня будет эфир очень интересный, как и всегда, но и, конечно же, очень познавательный. Будем говорить мы о международном предпринимательстве, о международной предпринимательской деятельности, и, в частности, о деятельности предпринимателей и в России, и в Китае, и далеко за пределами наших двух государств. Для того, чтобы поговорить на эту тему, мы пригласили в гости сегодня в программе «Шелковый путь» и вице-президент Международной Ассоциации Интеграционного Сотрудничества Лейла Чачева. Лейла, добрый вечер. Добрый вечер. Лейла, ну, чтобы мы так понимали, на такую серьезную тему мы будем говорить с человеком, который в этом разбирается на все 102,4%. Немножечко расскажите о себе, о своей деятельности, чем конкретно занимаетесь, и почему стали заниматься именно этим. Я занимаюсь именно китайским направлением последние шесть лет. В рамках Ассоциации Интеграционного Сотрудничества, как вице-президент, я веду китайское направление. Конечно же, сейчас время такое непростое, но, с другой стороны, замечательное, что нам совершенно новые возможности открываются. И даже в тех нишах, в тех вариантах, которые были невозможны до сегодняшнего дня, сейчас, ну, просто великолепные, я бы так сказала, условия. Поэтому я, как специалист в этом направлении, очень рекомендую обратить внимание на все вопросы. То есть, те люди, которые сейчас немножко где-то унывают, немножко под, ну, как бы, сдали позиции свои, думают, что сейчас время абсолютного краха, и все рухнуло, и что же теперь делать? Вы говорите, что сейчас время как раз для тех, кто смелый, кто может все взять в свои руки. И с чего же нужно начать? Начать нужно с себя, в первую очередь с себя. Нужно твердо знать и твердо верить, что все получится. Это вот железное правило, которому следую я лично, уже много-много лет находясь в бизнесе, занимаясь бизнесом непосредственно и общественной деятельностью. Это самый главный критерий успеха, я бы так сказала. Только с себя. А внешние факторы уже подтянутся, потому что главное настрой, главная вера, и самое главное, конечно, знать, что все получится. Не сомневаться, ни в коем случае, ни на секунду. Не сомневаться, брать все в свои руки и, конечно же, прислушиваться к советам специалистов, которые вам сегодня обязательно подскажут какие-то очень мудрые и правильные вещи. Если у вас будут вопросы, обязательно звоните 971-102-4, телефон прямого радиоэфира. И также можете задавать вопросы нашей гости в нашей группе ВКонтакте. Заходите под нашим постом, можете оставлять в комментариях вопросы, мы их обязательно озвучим. Я думаю, что тема предпринимательской деятельности сейчас актуальна как никогда, потому что это действительно деятельность. Ничего не остановилось, ничего не заморозилось. И в студии сейчас есть человек, который может вам подсказать, что же делать, как же дальше быть. И я все правильно говорю? Конечно, конечно, однозначно. Так что оставайтесь с нами, впереди у нас очень актуальный, активный эфир. Мы надеемся на вашу обратную связь 971-102-4. Программа «Шелковый путь» продолжается. Сегодня у нас очень серьезный эфир, очень полезный эфир для тех людей, которые, наверное, сейчас думают, что как-то все стало грустно, печально, ничего не работает, что же нам всем делать. А будем развеивать вот эти самые ваши сомнения, мифы, которые всех окружают. И делать это будем очень позитивно и активно. В гостях у нас вице-президент Международной ассоциации интеграционного сотрудничества Лейла Чачева. И сейчас вопрос мой с самого начала такой. Лейла, обозначьте, пожалуйста, те самые задачи или даже проблемы, с которыми столкнулись предприниматели вот в данный момент. Главная проблема – это переформатироваться. Потому что те схемы, которые работали, теперь не работают. Те связи, которые были выстроены, те предприятия, которые были функционировали в каком-то конгломерате, это все разрушено. Но построить можно только на руинах. Новую жизнь, новые возможности, новые совершенно перспективы, которые были абсолютно невозможны и недосягаемы, я бы даже сказала, буквально еще несколько месяцев назад. Сейчас все это открыто, вот просто возможности безграничные. Вот я сейчас даже уже практически слышу вопросы наших слушателей, которые говорят, да как же так, у меня был свой бизнес, не знаю, там рестораны, любой другой. Я лишился абсолютно всего, потому что из-за пандемии так уж случилось, что ну просто не справился там ни с выплатой аренды, ничего с какими-то задачами. О чем вы говорите, какие могут быть перспективы? И вы нас должны переубедить, и какие перспективы открываются перед вот такими людьми? Да, вы правы в том, что многие попали в очень тяжелейшую ситуацию. Я сама как тоже не просто человек со стороны наблюдающий, а находящийся внутри ситуации, внутри предпринимательства, внутри общественных всяких мероприятий. Я говорю, что нужно, еще раз повторяю, переформатироваться каждому предпринимателю, потому что те старые схемы, по которым мы работали раньше и взаимодействовали, и обеспечивали, они сейчас уже не работают. И ключевое слово – качество. Потому что раньше мы как-то вот на вал все, да, вот больше, 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 быстрее, больше, дешевле, быстрее, больше, дешевле. Все, это время кончилось. Сейчас начинается время качества. Качество услуг, качество товара, качество предлагаемой продукции, качество, и самое главное, качество людей. Я бы так сказала. От главного руководства до последнего сотрудника самого, так скажем, ну, не хочу никого обижать, самого простого, так скажем, назначения. Но все должно быть в высшей степени качества и квалифицировано. Человек должен ценить себя. Вот каждый человек должен делать так, как только возможно, хорошо он может делать свою работу. То есть, правильно ли я понимаю, что сейчас время профессионалов и специалистов? Конечно, конечно. Вот халтура сейчас однозначно уже никак не впишется в эту систему. И это очень радует. Это очень радует. Потому что я, как человек старой закалки, как закончивший у меня первое образование Московской институтской торговли, вот, ничего не изменилось. Все, чему учили меня в 89-м году, еще все это, еще более гиперактуально. Вот. Поэтому я считаю, что сейчас, ну, просто золотое время начинается. Да, тяжело. Да, все. Но, вы знаете, совершенно более благодатная и благодарная почва для этого. Если говорить о конкретных примерах, к вам обращаются напрямую люди с определенными проблемами и задачами. Как они звучат? Ну, естественно, кто-то разоряется, кто-то в долгах, кто-то еще как-то. Но, консультируя практически каждый день людей, моих друзей и даже незнакомых людей, друзей-друзей, я даже проект запустила, друзья-друзей-друзья. Ух ты! Да. Вот. И сейчас его активно буду продвигать, потому что это необходимость. Людям не хватает уверенности в себе. и, самое главное, гибкости. То есть люди умные, люди молодцы, люди вроде все знают и умеют, но в какой-то момент теряются просто. Им нужно немножко им помочь, поговорить, направить, искать, ну вот сделай вот так, вот так, и у тебя все развернется совершенно в другом виде. Тогда сейчас сразу появляется такой вопрос. Есть ли уже положительные примеры? То есть человек, который за это время, ну вот как-то перестроился, как вы говорите, переформатировался. Может быть, не один такой пример? Есть, конечно, есть. И не один пример. Ну, один из таких, я не буду, конечно, называть, люди достаточно известны, у нас город маленький, все практически друг друга знают. Ну вот, была у человека сеть магазинов, из 48 магазинов, пришлось закрыть из-за пандемии, все не вытянули, аренда и, ну, все, естественно. Вот, и человек уехал далеко на другой конец нашей страны, и сейчас занялся совершенно другим делом, и гораздо у него все это активнее, и в плане финансов, и в плане даже личного развития получается гораздо лучше. Ну, главное не опускать руки, и, конечно же, обращаться к специалистам за правильным советом, для чего мы сегодня здесь и собрались. 971-102-4, телефон прямого радиоэфира, когда вы, дорогие наши слушатели, можете задавать эти самые вопросы. Действительно, возможно, вы попали сейчас в какую-то такую сложную ситуацию, которую нужно разрешить, и важно не упустить этот момент и получить этот совет. Ну и, конечно же, вы можете задавать эти вопросы в нашей группе ВКонтакте. Заходите в vk.com. Слэш радиометро. Мы здесь, в программе «Шелковый путь», будем сегодня разъяснять очень многие моменты. Программа выходит при поддержке приложения «Россия. Китай. Главное». «Шелковый путь». Мы продолжаем наше общение, нашу беседу. В гостях у нас сегодня вице-президент Международной ассоциации интеграционного сотрудничества Лейла Чачева, и мы говорим сегодня о международной предпринимательской деятельности. Лейла, насколько я понимаю, вы работали и продолжаете свою деятельность в российско-китайском бизнес-парке. Очень много организованных вами мероприятий. В чем заключалась эта работа? И вот главная цель вот этих мероприятий, этих встреч, для чего они были? Все мероприятия были направлены только на одно. Установление коммуникаций между российским и китайским бизнесом. Ну и между людьми, конечно. И, соответственно, вот этих вот сделок, чтобы происходили сделки, которые не так просто сделать, потому что Китай и Россия, две, с одной стороны, очень большие державы, сильные, мощные, но, с другой стороны, территориальная вот эта вот неблизкость, она определенно накладывала проблемы на ведение бизнеса. Конечно же, китайские товарищи нас звали туда, всех приглашали, для этого построили бизнес-парки с прекрасными условиями, с входом практически, ну, в общем, финансово очень выгодным. Вот, но в связи с вот этим случившимся, случившейся ситуацией мировой, конечно, сейчас все немножко, с одной, на первый взгляд, если так внешне смотреть, конечно, да, приостановлено где-то, приторможено где-то что-то, но я, как человек, находящийся внутри ситуации, я понимаю прекрасно, что это кратковременная ситуация. И буквально в ближайшее, ну, я не могу это прогнозировать точно, там сколько, месяц, два месяца, три, вот, но в ближайшее время все это придет совершенно в другой, более, так скажем, хороший вид, потому что, я еще раз повторюсь, качество продукции, сейчас акцент на него сместился, не на количество, а на качество. И условия сотрудничества совершенно изменились, то есть те компании, которые предлагали все делать нашим, так скажем, предпринимателям, бизнесменам с учетом границ, то теперь этот вопрос вообще снят. Все, решать все вопросы можно на территории Российской Федерации, по законам Российской Федерации, и не, даже не, не заморачиваться на таможне, то есть все это уже вот переоформлено, все, чтобы это все решалось прямо здесь. Конечно, это дает совершенно другие возможности. Основная идея 2020-го, но не идея, а вот то, к чему все это сводится и приводится, что так, как было раньше, не быть никогда. Мысль такая, да? Я так понимаю, что международного предпринимательства, международной предпринимательской деятельности, это касается вот как никакой другой сферы. Да, конечно. Как было, уже точно не будет, и это хорошо. Потому что мы идем вперед, но жизнь идет вперед, не может быть всегда одно и то же. И всегда надо работать, работать, работать над улучшением, над улучшением всего и в первую очередь себя. Вот я буду весь эфир об этом говорить, потому что я общаюсь каждый день. И когда мне звонят мои там друзья, товарищи, бизнесмены, руководители, и начинают что-то мне жаловаться, рассказывать, я говорю, стоп, вот а ты-то сам что изменил себе, чтобы у тебя изменилось дальше? Рыба-то с головы гниет. Конечно, все практически зависит от руководителя и от руководства. И очень важно, когда именно от вас эти важные мысли они слышат, они не просто слушают, а именно слышат. Если говорите о деятельности российско-китайского бизнес-парка, в чем она сейчас заключается? Потому что граница у нас закрытая, и я так понимаю, что деятельность как приостановилась или все-таки она идет? Деятельность идет, потому что офисы работают, переговоры ведутся, работают какие-то бизнес-схемы, которые, в общем-то, уже апгрейд прошли и в соответствии приведены. Конечно, еще раз повторяю, сейчас, вот прямо сегодня все непросто и переформатируется, мы в стадии такого перехода, но он очень краткосрочный. Я бы вот рекомендовала бизнесменам, всем, кто меня слышит, кто заинтересован, сейчас просто вот сосредоточиться полностью, 100% на создании чего-то либо нового, либо на переформате старого, то есть в новый вид, потому что это время очень быстро закончится и опять начнется новое, и кто успел того и тапки. Так, очень важный то есть не расслабляться сейчас, не жалеть себя, потому что всегда есть новые возможности, никогда не бывает так, что одна дверь закрылась, другая не открылась. Такого не бывает, просто бывают люди, впадают в депрессию или в какую-то такую уныние, и они не видят этих новых своих возможностей. С чего правильнее начинать вот эти шаги к возможностям, мы обсудим буквально через пару мгновений. Оставайтесь с нами на радиометро, это программа «Шелковый путь», в которой мы сегодня обсуждаем предпринимательскую деятельность в новом мире, в новых условиях. Наша беседа продолжается, говорим мы сегодня о международной предпринимательской деятельности, и в гостях у нас вице-президент Международной ассоциации интеграционного сотрудничества Лейла Чачева, и мы очень много уже вопросов подняли. Самый главный литмотив вообще всей нашей беседы это то, что сейчас время абсолютно интересное, абсолютно для смелых, абсолютно для тех, кто не боится что-то менять, абсолютно для тех, кто не должен ничего бояться и вступать в это новое время с новыми условиями, с новыми силами. Лейла, я все правильно говорю? Да, да, все правильно. Я так понимаю, что сейчас все-таки время настолько поменялось, что фокус этой самой деятельности сместился, что если раньше работали на внешние какие-то такие, да, связи международные, так скажем, между странами, то сейчас очень много внутренней деятельности, внутреннего предпринимательства, наверное, так можно назвать. Можете как-то эту ситуацию прокомментировать? Да, я хотела бы сказать по этому вопросу вот что. У нас внутренние контакты, внутренние связи очень сильно просели за последние годы. Все смотрели вне страны, на международные отношения, все искали счастье за пределами Российской Федерации и вот эта пандемия, она как зеркало перевернула все. И теперь вот эти недооцененные, неотработанные и, я бы даже сказала, незаслуженно, так скажем, упущенные вот эти возможности, они сейчас просто бесценны сами по себе и самое главное они возрождаются. Люди, предприниматели, производители Российской Федерации уже понимают, что у нас продукты, у нас продукция или, как сказать, услуги, качества могут быть гораздо выше, гораздо шире, гораздо лучше и это все наше. Потенциал есть, и мы это можем. Прямо здесь, да, внутри никуда не надо ни за океан, никуда не надо бежать, ехать, лететь, оно все здесь у нас, вот. Вы за то, чтобы мы дружили городами, дружили регионами, дружили для обмена опытом, информацией. Конечно, у нас огромная страна, у нас все есть, абсолютно все. И самое главное у нас бесценный самый ресурс это люди, гениальные, талантливые, люди, которых знают во всем мире как самых лучших. Мне кажется, когда вы так говорите, прям вот у меня крылья вырастают, и мне кажется, я уже готова к каким-то переменам, ну, пока я, конечно, останусь здесь, на своем месте, и сейчас я лучше слово предоставлю такому яркому примеру, я думаю, что именно так можно сказать, да, потому что, Лейла, вы пришли сегодня не одна, и сейчас самое время представить нам еще одну гостю, которая перевернула таки свою жизнь во время пандемии, бросила все, все свои стабильные, так скажем, работы, и поняла, что нужно заниматься абсолютно другим. Руководитель проекта «Контрастный Петербург» Татьяна Валькова сейчас у нас в студии. Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Татьяна, спасибо, что представили. Татьяна, ну тогда расскажите нам эту удивительную историю, как вот человек работал, себе работал, понимаете ли, есть у него квартира, машина, путешествия, и тут вдруг вы решили, что так, что-то не так я живу, какая-то сейчас ситуация интересная в мире, нужно что-то менять. Ну, до пандемии было все хорошо, я работала бухгалтером на трех проектах, у меня была прекрасная зарплата, квартира, путешествия, все было здорово, но в какой-то момент я просто поняла, что это не мое, я не могу, я смотрю в одну точку и не понимаю, что мне делать, и я в июле, собственно, уволилась из всех проектов и переехала в Петербург. Да, так получилось. Это решение было правильное. Спонтанное, да. Так, так вот, сейчас чем вы занимаетесь, как человек может поменять вот такое, ну я так понимаю, что деятельность бухгалтера, ну, скажем так, оплачивается неплохо, да, работа, и вы решили абсолютно все бросить, поменять, переехать из столицы в северную столицу и здесь открыть какое-то свое дело. Чем вы сейчас здесь занимаетесь? Сейчас у меня свой туристический проект, это и туры, и экскурсии, мероприятия, выставки, такие творческие капустники, в общем, такой классический культурный Петербург, который я себе всегда представляла и которого мне не хватило, когда я сюда попала. Татьяна, слышу сейчас некий такой, вы знаете, деликатный шепот наших слушателей, которые говорят, да что вы, Татьяна, вот с какими-то проектами такими к нам едете, которых здесь очень много, так скажем, да, чем отличается ваш проект от других? Душевностью. Что нового вы можете предложить нашему туристу? Внутренний туризм сейчас развивается семимильными шагами, да, к нам сейчас едут люди, которые, ну вот раньше куда-то за границу, сейчас, ну вот так сложилось, что они все едут к нам, и вы их решили удивить. Да, дело в том, что Петербург это очень уникальный город и уникален в первую очередь своими контрастами, так и называется наш проект. Люди хотят видеть не только глянцевый, блестящий город, им интересны и коммуналки, и подвалы, и крыши, какие-то такие точки, куда они сами с улицы никогда не зайдут, куда экскурсовод их никуда не поведет, никогда не поведет. И именно такие места и контрасты показываю людям я. Вообще не страшно было вот сам момент вот этот переломный, когда вы почувствовали, что, да, я что-то делаю, наверное, все правильно, когда наступил этот момент? Наверное, когда люди, которых я начала водить по экскурсиям, сказали, а посоветуйте нам что-нибудь еще, а куда нам еще можно, а что вы еще делаете, мы хотим с вами дальше. И тогда я поняла, что, боже мой, сколько я сидела, 10 лет я сидела в найме, когда я могла делать то, что я люблю в любой момент. Тогда сейчас от вас какие-то очень важные слова для тех, кто сейчас сидит в найме, себе там, понапридумал, что всю жизнь на этом остановилась, развития никакого нет, полнейший кризис вообще в деятельности, в финансах и так далее. С чего нужно начать? Какой первый шаг нужно сделать? Первый шаг это все-таки, скажем так, запасной капитал. Вы так мне представили, что я совсем спонтанно все бросила, но тем не менее, прежде чем уволиться, у меня был накоплен капитал на три месяца. То есть, чтобы я смогла спокойно... Ну, некая подушка безопасности. Да, это прямо обязательно. То есть, совсем прямо очертя головы бросаться не стоит. Накопите себе небольшой капитал, просчитайте, какие минимальные расходы у вас будут, чтобы учитывать себя спокойно. Поскольку, если вы будете нервничать и суетиться, все равно ничего не получится. Не нервничайте, не суетитесь. Не нервничайте, не суетиться. Спокойный расчет и холодная голова. Ну, легко вам так говорить, когда вы... Бухгалтер. Когда вы бухгалтер. Когда ты творческий человек, у тебя абсолютно беспокойная голова, никакого расчета. Что делать? На самом деле, я тоже творческий человек, просто бухгалтерия дала мне стрессоустойчивость. Я так понимаю, что бояться сейчас не нужно ничего. Лейла, обращаюсь сейчас к вам. Вот яркий пример, Татьяна, которая поменяла свою жизнь. И я так понимаю, что деятельность сейчас абсолютно востребована. Может быть, еще какие-то секреты есть? Вот какой еще должен быть, не знаю, второй, третий шаг? Понятное дело, что подушка безопасности это очень хорошо, но дальше, чтобы ее не потерять, эту самую подушку, что нужно делать? Движение. Вот вы правильно сказали. Шаг. Нужно делать движение в сторону своих желаний, своей мечты. Душа всегда знает, чего вы хотите. Всегда. И каждого человека, каждому человеку дается дар. У каждого человека есть дар. И мы обязаны его развивать. Поэтому надо двигаться, надо думать, и главное, надо делать. Хотя бы маленький шаг надо делать. И каждый день маленькими шагами к своей большой цели обязательно-обязательно идти. Время сейчас очень интересное, время для смелых. Говорим мы сегодня именно об этом в программе «Шелковый путь», обсуждая международную предпринимательскую деятельность и внутреннюю нашу деятельность абсолютно любого предпринимателя. И можете услышать сегодня важные советы от наших гостей. В гостях у нас сегодня вице-президент Международной ассоциации интеграционного сотрудничества Лейла Чачева и руководитель проекта «Контрастный Петербург» Татьяна Валькова. Сегодня наши гости могут поделиться и своим опытом и дать важные направления и даже мудрые советы. Так что обращайтесь 971-102-A4 телефон прямого радиоэфира. Шелковый путь В программе «Шелковый путь» мы сегодня обсуждаем очень важную тему, актуальную абсолютно для каждого человека, потому что это так или иначе касается каждого человека, который столкнулся сейчас с таким вопросом. Что же за время такое у нас наступило, что нужно что-то менять или себя менять, или мир вокруг менять, но мир настолько поменялся и перевернулся, что нужно все брать, наверное, как-то в свои руки. Именно вот к этой мысли мы сегодня пришли в программе «Шелковый путь», обсуждая тему международной предпринимательской деятельности, обсудили задачи, обсудили проблемы и даже плюсы сегодняшнего современного мира для предпринимателей. В гостях у нас сегодня вице-президент Международной ассоциации интеграционного сотрудничества Лейла Чачева и руководитель проекта «Контрастный Петербург» Татьяна Валькова непосредственно наши гости сегодня рассказывают об прекрасных примерах, когда можно поменять свою жизнь даже вот сейчас. Время, казалось бы, сложное, но нас, наши гости, убеждают в том, что сейчас время перспективное. Все верно? Да, однозначно верно. Да, я всех приглашаю к нам и мы, ну как, всем не то, что помогать, каждый может сам себе помочь, поэтому я уверяю вас. Я как, у меня лейла.пром и личный портал, я всех с удовольствием приглашаю. Вконтакте Лейла Чачева во всех я присутствую в соцсетях. Еще раз мы для всех наших слушателей, которые, возможно, только что к нам присоединились, которые, ну вот сейчас в каком-то находятся в очень подвешенном состоянии и не понимают, что же делать дальше. Нужно с чего-то начать. Вот, ну, остаются какие-то безвыходные ситуации, да, когда человек без работы остался или на работе, которая не приносит того дохода, который хотелось бы. С чего же все-таки нужно начать? Понятное дело, что Татьяна нам, да, рассказала, что нужна подушка безопасности, но все-таки должны какие-то быть верные шаги. Татьяна, еще раз нам их проговорите, пожалуйста, Лейла, вы дополните, если вдруг, да, мы что-то упустим? Я бы сказала, что нужно очень внимательно смотреть. Вся моя деятельность началась с того, что владелец квартиры, которую я снимала, имел доступ к подвалу, к совершенно уникальнейшему подвалу, поскольку я интересуюсь альтернативной историей, и это, наверное, всех уже беспокоит, что это, сколько этажей, как они появились. И когда у меня появилась возможность смотреть это самостоятельно, показать другим людям и исследовать это вместе, я просто поняла, надо брать. И все вот такие моменты происходят именно на быстром реагировании. И я сейчас замечаю за собой, что когда мне говорят, Таня, давай выпьем кофе, когда ты можешь? Я всегда говорю сейчас, потому что завтра может быть поздно. И когда приходит такое предложение, наверняка оно тоже не случайное. Наверняка вам звонит или предлагает встречу именно тот человек, который нужен в вашей жизни именно сейчас. Это безусловно так. У меня постоянно такие ситуации. как-то я поехала делать татуировку и ко мне приехал татуированный водитель. Просто у него были татуированы даже брови, мне кажется. До этого я никогда не видела татуированных водителей. Всегда все предложения, которые приходят, нужно брать сейчас, потому что 15 минут их уже может не быть либо кто-то другой подсветится. Не бояться и брать то, что вам пришло. Случайно вам ничего не попадает. Ну, о случайности не случайно, это мы сегодня уже выяснили, но все-таки как правильно реагировать или как правильно находить те самые актуальные идеи? Ну, наверное... Извините. Пожалуйста. Наверное, не бояться спрашивать, что есть у человека из того, что может быть вам интересно. Чем вы можете быть интересны? Что человек хочет, чтобы он хотел увидеть вас? Не бояться разговаривать с людьми. Лейла, может быть, вы зададите какое-то направление для наших слушателей, которые сейчас думают, ну, это все хорошо, это вот так классно звучит, но на самом деле вот с чего же мне начать? Где же это самое понимание, что сейчас актуально? Ну, был у меня там маленький свой бизнес, сейчас все рухнуло. С чего же мне начать? Как мне у каждого ходить по улицам Петербурга и спрашивать, а что вы хотите, а что сейчас интересно? Или нужно все-таки, ну, на каких-то ресурсах смотреть, я не знаю, вокруг посмотреть? Вокруг. Вокруг посмотреть. Я, как человек уже достаточно взрослый, вот, я бы хотела, конечно же, сказать молодым, может быть, с одной стороны, легче, потому что у них не загружены так мозги какими-то старыми стереотипами, как у моего поколения. И вот особенно, когда человек умудренный опытом, говорит, вот я знаю, вот я, я все это знаю, я все все прохожу, это самое ужасное. Вот надо это все в мусор выкинуть и каждый день начинать с чистого листа. Как будто вот первый раз, первый класс. И не стыдиться этого, самое главное. И только так. Недавно нашла очень интересную информацию, что, по-моему, Билл Гейтс принимал на работу этих самых молодых работников, понимая, что у этих людей никогда не будет вот таких вот мнений, что я не смогу, я не справлюсь или будет давить этот опыт. То есть нужно обнуляться. Конечно. Актуальная история для 2020 года. Обнуляться, да, все правильно. Гибко обнуляться. Прям не переживая, без угрызений совести, без там, ну да, понимаете, каждая ошибка это дверь к успеху. Это не я сказала, но это факт. И когда человек чувствует, любой человек это чувствует, дискомфорт, значит, надо что-то менять. И если не реагировать вообще никак, правильно, вот Татьяна правильно сказала, надо, если сам в тупике, спроси, у тебя есть друзья, у тебя есть враги, спроси, что делать, ребята, посоветуйте мне. Все равно найдется кто-то, кто-то скажет какую-то ключевую фразу. И оно дзынь и щелкнет. И вы очень яркий тоже сами пример того, что вы чувствуете, что сейчас актуально, идете много со временем и развиваете интернет-предпринимательство. Что это такое вообще? Интернет-предпринимательство сейчас вообще совершенно безграничные возможности. У меня было в свое время очень много ювелирных магазинов офлайн. Вот. Это время закончилось, я очень переживала по этому поводу. И слава богу, что оно закончилось, теперь я это говорю. Поэтому интернет это бизнес и возможности вообще без границ. Ребята, сейчас золотое время. Скажите мне честно, у вас есть тикток, например, Татьяна, Лейла? Есть. Конечно. У меня вообще все есть. Лила.про, Лила Чачева. Набирайте и все это вот вылезает. Я не зря так спросила, потому что сейчас очень многие люди, но чуть старше, чем подростковый возраст, они очень боятся всех этих новых веяний, этих социальных сетей, бояться не нужно. У меня муж компьютерный гений, поэтому он боится за меня. Я не боюсь ничего. Ну что, если... Да, моей бабушке 89 лет. Кстати, продаю ей привет, вдруг она меня слушает. Она есть в Инстаграме, в WhatsApp, она меня лайкает. И она именно так это называет? Да. Нет, не так. Она говорит, я ставлю тебе красные сердечки с двух аккаунтов ставить, потому что это хорошо. Ну, понятное дело. Это дело очень хорошее. Поддержка близких, да еще и с двух аккаунтов, это просто любовь в квадрате. Ну что, спасибо вам огромное, что вы сегодня к нам пришли. Если мы немножко подытожим вообще нашу сегодняшнюю беседу, буквально одним предложением, что нам всем сейчас делать? Ребята, вперед и только вперед. Татьяна? Главное, ваша уникальность. Как бы это, может быть, фишкой моих экскурсий, моего проекта, это уникальные места, уникальные люди, тогда получается уникальный продукт, тогда у вас нет конкуренции, если вы уникальны. Будьте уникальными, будьте смелыми, вот именно об этом был наш сегодняшний эфир программы «Шелковый путь». Я еще раз представлю наших гостей. Это вице-президент Международной ассоциации интеграционного сотрудничества Лейла Чащева. Лейла, спасибо вам огромное. И руководитель проекта «Контрастный Петербург» Татьяна Валькова. Татьяна, спасибо. Спасибо вам. Ну что ж, это была я, Эля Алипова. Слушайте, «Радио Метро» с нами всегда интересно.